вы кто мышь разодрал кто и все кишки вытащил ну вот что это такое все вынули смотрите вот они все кишки наружу ну что сволочи вас не кормить его кишков поели уже три бухов мышиных чу орете тогда ай мышиная требуха вкусно как тебе мышиная требуха не понравилось что ли свою лату хочешь консерву что усы то все вниз а пусть зверюга вот за же зверюга ай ну что вот эту штучку я закончила это мой дикий эксперимент потому что вообще-то ну это не натуральные цвета для вот это вот канарских на руси и тасс и вообще даже не только ненатуральные цвета но и толщина нити вот этой вот синий неподходящие ну да которая у меня вот была дома валялась лет десять наверное я решила ее попробовать все я закончила и теперь мне нужно снять уже раз это с вот этой вот основу он называется пике и сейчас мы с вами немножко этим займемся что-то я уже освободила и сейчас надеюсь что свет мне позволит по одной вытаскиваем вот эти вот как они называются скажите я скажу и обратно вставляем их уже в дырочки освобождается и потом за вот это все можно будет куда-то и пришить и решить между собой различные элементы вот такие они бывают как круглые такие с форме звезды и листьев и чего только нет и всех их между собой можно соединить его что-то прекрасное как пострадал это пике сюда нужно подкладывать либо кусочек линолеума до вырезанный по форме ну либо что-то подобное из таких материалов чтобы именно защитить поверхность вот это вот кожаную вот эта часть ведь у меня уже отделена остался маленький кусочек кстати телефон у меня сейчас находится прям очень близко к глазам это прям наносит такой вред существенный но я нашла выход я взяла очки мужа у него разные на случай на разные случаи жизни вот этот вот те которые нам не сейчас они два плюс и еще взяла 3 но вроде как два с половиной самое то подходящее вообще я нашу для чтения на расстояние где-то 40 сантиметров от глаз полтора совсем чуть-чуть осталось вот это вот вариант с большим увеличением на очень маленьком расстоянии когда нужно что-то смотреть это прям гениальная идея была наверняка не только моя но мне никто не подсказал я сама додумалась ну что сколько вас не помню сколько здесь 90 с чем-то вроде альфилеров булавок да булавок ну и вот остается нам предпоследние предпоследние потому что потому что последние в центре находится свет конечно падает с такого с той стороны с которой не очень комфортно снимать надо было сразу вытащить центральный а мне же она привязана ладно сейчас отвяжу но вот вот такая штучка получилась а Смотрите продолжение в следующей серии. Затем закончить. Так, я не закончу. А, но у меня освободилась вот эта основа. И на ней я начну сегодня что-то новое. Хотя на последнем занятии не знаю, о чем я там. Что я там успею начать и закончить. Так что, в принципе, вот это можно и не заканчивать, а ставить на потом. Тоже видите, какая красота получается. Так что, да, ставлю я это на потом. Что-то я подустала. Начало выходного дня, а я уже устала. Все. Выходной день. Следующий день после моего ночного приключения. Марвель, как всегда, устраивает какой-то трэш. Вот здесь у меня, не знаю, видно или нет, соседская шерсть. Вы посмотрите, какой волос. Черный, жесткий. С ним можно, на него можно рыбу ловить. И они почему-то у меня все время на балконе. Вот хочется реально один день подняться и побрить ее. Вчера после поездки ничего не комментировала. Потому что, когда я приехала в 4 утра уже в нашу деревню, там ползали какие-то непонятные личности. На самом деле, наверное, в это время в темноте все личности кажутся какими-то подозрительными и непонятными. Вряд ли они были какие-то опасные. На самом деле, они, наверное, такого вида не имели. Это просто по умолчанию они воспринимаются такими. Наверное, практически в любом месте. Какой-то нормальный человек в это время будет шариться. Вот я такой же ненормальный человек вчера шарилась везде по темнику. И поэтому не прокомментировала вам вообще свою поездку. Понравилось мне, не понравилось. И, конечно, как оно могло не понравиться. Я вообще просто рада и горда собой, что я все-таки собралась и поехала. Отважилась поехать одной. Но, к сожалению, да, нужно признать, я не буду вдаваться в подробности, Нужно признать, что со мной съездить часто некому. Это очень печально. Поэтому приходится преодолевать страхи, учиться чему-то новому, возноситься над собой и обстоятельствами. И в результате получается что-то очень-очень замечательное, вообще прекрасное. И я безумно довольна своей поездкой. Это было очень круто. Даже это какие-то вот, ну, всегда вот съездить одному имеет какие-то, дает какие-то новые возможности. Ну, во-первых, конечно, никто не стоит над душой, никто не просится домой, никто не диктует тебе правила, где нужно останавливаться, на сколько, и давай уже поехали домой. То есть вы решаете все самостоятельно. И мне это очень-очень нравится. Вряд ли можно найти такого. Ну, это, наверное, было бы очень эгоистично, искать такого человека, который вот безмолвный, да, и будет за вами ходить хвостом и выполнять, собственно, роль охранника. На это есть определенные люди, которым платится денежка. Хотя мне это в голову тоже приходило, как-то нанять сигуритов. Сигурита у нас называется в Испании. Наверное, имеет смысл, если вы какой-то дорогой техникой. У меня прям такой дорогой техники нет. Так что, в принципе, мне пока это не нужно. Ну, и пока ничего такого серьезного не происходило, поэтому я пока не нанимаю никого. Ну, и в будущем, наверное, не буду этого делать. Но мысль такая пришла. И да, нужно признать, что мне было очень страшно. Возможно, несоразмерно реальным опасностям. Там все шуршало. Вы понимаете, что там всякие насекомые, ящерки. Из крупных животных, по-моему, там только муфлоны. Вот эти вот козлы-бараны и кролики. Но ночью вам представляется опасность всегда гораздо больше, чем она есть на самом деле. И шумы все. Все обостряется, ваше восприятие обостряется. И все кажется каким-то огромным, страшным и очень-очень опасным. Ну, и, конечно, большую опасность представляют люди, которые туда тоже приезжают посмотреть на ночные вот эти вот пейзажи, подышать ночным воздухом, вдохнуть эту всю, как это, вобрать в себя всю вот эту вот прелесть ночную. И если они способны наслаждаться вот этой вот красотой, это совершенно не значит, что они при этом хорошие люди. То есть у них может быть много целей. Почему не посмотреть на звезды, еще кого-нибудь не ограбить или изнасиловать. То есть все может быть. Нужно признать, что одному ездить небезопасно, но в отсутствие других возможностей приходится ездить самостоятельно. И да, я вообще не пожалела ни разу. Насладилась по полной и получила новые навыки, вот таймлапса съемки, воспользовалась камерой, опять же, своей в новом ключе. Также узнала ее с новой стороны, хотя я вроде уже собираюсь продавать, но... И даже выставила, собственно, на продажу. Но, собственно, буду покупать аналогичную, аналогичную в использовании. Так что все это не зря, да, вот это вот обучение новым премудростям съемки на этот тип камеры. Короче, да, все мне понравилось. Получила новые навыки, сделала интересные выводы по поводу съемки и безопасности, да, в том числе, чтобы не ограбили, что камеру все-таки лучше ставить, наверное, не на штатив, где-то рядом, а лучше все-таки, наверное, наверное, крепить ее на крышу машины. И в случае чего, можно сразу быстренько смотаться. Плюс она в плане устойчивости лучше, да, так не мотает. Если есть сильный ветер, то все-таки на креплении, на коротком креплении на крышу машины такого вот вибрирования не будет. Если вы сами, конечно, там в машине не будете крутиться сильно. Да, ну и, в общем, если кто-то вдруг приблизится, вы таки сели и уехали, по дороге сняли еще интересные виды. Короче, крутые идеи и еще некоторые другие. Не хочу все рассказывать, потому что, мне кажется, это вообще не особо кому интересно. Но, в общем, люди, если вам, вы очень хотите съездить, но вам не с кем, вы вполне это можете сделать самостоятельно, как я, ведь со мной ничего не произошло. Единственное, что у меня куча вещей сейчас в машине осталось, и рабочая одежда, и штатив, и еще куча всего. Просто потому, что я решила быстрее-быстрее бежать домой, не задерживаться по дороге, не тащить кучу вещей, чтобы уже здесь не нарваться. Ну и проснулась я после всего этого действия. Да, я приехала, упала замертво в 4 часа утра. И проснулась я полдвенадцатого. Туда-сюда, завтра кофе, и мне уже практически нужно ехать сейчас на курсы. Сегодня у меня последнее занятие. И все, и вот эта вся прелесть закончится. Хотела сделать некоторые выводы, но сделала это уже конкретно на месте, в той деревне, где эти курсы проводятся. Да, еще не могла не отметить. Вообще, наверное, скучный для вас блог такой, вот когда прямо перед экраном я сижу, сзади у меня какой-то трэш вообще нелицеприятный. Кто меня вообще хочет слушать? Не знаю. Ну ладно. Не всегда бывает пейзаж и красота. Вот. Нужно информацию дать тоже иногда. И сегодня тоже и такое случилось событие небольшое, которое я не могла не прокомментировать. Проснулась я, мужа нет, от него сообщение, что напиши мне сообщение, я тебе перезвоню. Думаю, что за загадки такие. Звонит, говорит, я тут, собственно, на соседней улице охраняю квартиру, потому что к моему другу попытались вломиться, сломали практически дверь, причем были это русские, которые купили целиком полностью здание, а он там типа вот окупас остался в этом здании. И вот мой муж караулил его квартиру, чтобы эти русские, которые сломали ему ночью дверь, просто практически снесли ее, там, кусков двери не хватает, все же вполне можно зайти. А друг поехал в полицию, чтобы писать заявление на этих товарищей. И вот интересно, мы по-разному смотрим на события в зависимости от того, на одно и то же на явление, на одно и то же явление, в зависимости от того, по какую сторону баррикады мы оказываемся. Вот друг, он окупас, я только что рассказывала, какое злое это явление, как они заселяются в ваше жилье, в вашу собственность, на которую вы, возможно, копили, или за которую вы долгие годы выплачивали ипотеку, которая досталась вам потом и слезами, вы ее там ремонтировали, холили, лелеяли, а потом кто-то взял и просто влез в вашу квартиру и остался там жить, никто его не может выгнать, просто на основе того, что по конституции он имеет право на жилье. То есть очень сложно как-то это оправдать, то есть я воспринимаю это как зло. И мой муж тоже, конечно, и вообще как большинство испанцев, кроме этих Купаса воспринимает это как зло. Но вот его друг оказывается в этой ситуации и муж уже его защищает, что вот сволочи эти русские, ну неважно русские, не русские, в общем, сволочи эти новые хозяева, значит, вот таким образом его хотели выгнать. Меня удивляет подобное оправдание, но извини, но я понимаю, что это твой друг, у него сложная жизненная ситуация, но вообще-то он занял чужое жилье. Мне вот сложно на это смотреть по-другому, но мы для друзей, для семьи, для каких-то близких людей сразу находим какие-то оправдания, какие-то оправдывающие обстоятельства, что это его сестры обманули, заставили отца невменяемого подписать бумаги, и вот теперь ему некуда идти, ну извини, вообще-то ты взрослый человек, и ты как бы в родительской квартире, которая в родительском доме, который уже продан, ты и так в родительском доме жил, сколько тебе лет, уже 40, да, то есть ты так своим не обзавелся, даже как бы в процессе оплаты ипотеки у тебя нет ничего, и ты собираешься продолжать жить в этой квартире, доме, не знаю, в общем, не важно, жилье, уже после его продажи, то есть мне это сложно как-то оправдать, но вот у мужа все это нормально, да, то есть на своих и чужих это делится как-то органично, да, гармонично, вот, ну в общем, все, они там починили, ну и там, история пока не закончена, не знаю, что там будет, я не на чьей стороне, но у меня в чем-то, в чем-то даже как-то возникает гордость, да, за за вот этих, как они говорят, русских, я не знаю, русские они или нет, но за тех людей, видимо, славянских, которые все-таки готовы защищать свое даже жесткими методами, они только запугивают, запугивают, разнесли ему дверь, то есть фактически насилия-то не было, да, и собственно, они разрушают свою собственность, к нему-то они не прикасались, ну то есть вот запугивание, да, вроде как тоже метод насилия, но тем не менее у меня вот какая-то гордая за них, за то, что они защищают свое, и не сюсюкают с укупасами, а требуют отдать им их собственность, вот, как-то, как-то так, да, что вы думаете по этому поводу? Приехала на курсы, смотрю все время на эту вилочку, как хорошо, спокойненько, тут только мне вот диванчика не хватает, чтобы вот развалиться, за столом как-то не расслабишься особо, вот эта скамеечка ни о чем, я бы еще диванчик поставила в тенечек, вообще красота, что же за выходные в последнее время такие, все бегом-бегом, бегом-бегом, какой-то дурдом, а, я то жалуюсь на то, что никакой активности нет, то наоборот, что все бегом-бегом, у меня просто среднего не бывает, но бегом-бегом лучше, как-то у меня чувствую, что я себя реализовываю, а полежать можно периодически, что-то, судя по звукам, народ уже там, я последняя, что ли? Да, и почему я не буду начать, например, Потому что ты закончишь здесь и ты можешь перейти. А, и тогда ты можешь с одной из этих двух, чтобы сделать более-бегом, м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. И ты используя этот шаг, он делает все за тебя Он делает мне первое и я потом... Нет, я тоже И еще надо снимать, потому что я не помню Все, закончились мои курсовые поездки Последнее занятие закончилось Как-то даже грустно немножко Так мне понравилось Это, кстати, больше напоминало, наверное, сбор друзей Сбор, как это называется В общем, да, встречу, встречу друзей Там все, фактически все разговаривают про свои семьи Такое ощущение, что там половина вообще друг друга знает уже сто лет И вместе с преподавателем И вообще шутят Такая непринужденная хорошая обстановка, добрая Следующий курс теперь только в сентябре Но мне сказали... Да, кстати, это вот тоже такая часть, по которой я буду очень скучать В Испании, как я вам уже говорила, информация передается как-то очень плохо У меня всегда, когда мне создается какое-то такое впечатление об Испании Любое впечатление об Испании У меня всегда сомнения Может, это действительно мое впечатление Просто на самом деле все не так И вот у меня сложилось впечатление, что в Испании передается информация очень плохо Да, что ее сложно найти О любом, вообще на любую тему В интернете ничего нет Да, в России вы заходите там Курс такой-то И вам сразу выпадает Да, актуальные курсы Цена, когда, что, сколько Все вместе Вы сразу практически с одной страницы все можете узнать Во всяком случае, у меня так всегда было События там, да Вы везде опубликованы, эти события грядущие И вы всегда можете заранее об этом узнать Даже, как это, не желаете Все равно эта информация вам сыпется Здесь очень часто Вот я, например, подписана на группы в Фейсбуке муниципальных округов Да, вот, нашего, соседнего Чтобы не пропустить какие-нибудь события В Фейсбук я захожу довольно часто Регулярно, во всяком случае И, тем не менее, мне в рекомендации Не выпадает то, что Вот эта публикация о каком-то грядущем событии И почему-то она выпадает через несколько дней После того, как уже все прошло Почему? Этого я не понимаю Часто даже сообщается о каком-то событии После этого не сообщается Ну, о самом событии не сообщается Уже просто публикуются Фотоотчет О том, как все прошло Такое ощущение, что люди даже Кто-то организаторы Не хотят, чтобы туда пришло много народа То есть, видимо, для избранных Какое-то такое впечатление Поэтому мне создается, что здесь Информация Как там Очень Вот именно в массовых Как это там Информация в интернете Как-то вообще очень Плохо Выкладывается Очень сложно что-то узнать Только вот от кого-то Из уст в уста И вот сейчас на курсах Мне когда что-то в голову приходило Хотелось узнать Про какие-то еще курсы Про какие-то ассоциации Я либо спрашивала Когда мне в голову приходила Либо просто случайно От них узнавала Потому что они что-то подобное обсуждали Я задала вопрос Преподавателю Вот по поводу информации Поделилась своим мнением По поводу информации Говорит, действительно ли это так Он говорит, да На самом деле Здесь вот Самый надежный способ Фактически единственный Узнать что-то Это от людей Да То есть, вот как вы В игрушках Как там они РПГ, по-моему, назывались Да, нужно ходить везде Всех спрашивать Крупицу информации Собирать там От того-то Да По цепочке От людей Вот так же и здесь И он мне сказал, что Действительно так Потому что в интернете Все плохо Испанцы в интернете Не живут Они живут в реале Да И вот этого мне будет Очень не хватать Потому что Теперь я опять оказываюсь Отрезана этой информацией Но мне уже посоветовали Ассоциацию Вот этого Типа рукоделия Именно в нашем округе Да Я даже, ну там Посмотрела Где эта группа В фейсбуке находится И можно записаться Как это Стать членом Этого общества И Проходят Разные курсы В разное Там Как это В общем на регулярной основе Да А не то, что там Вот Сейчас в мае А потом в октябре Так что Шанс есть Правда там тоже Перебор народа Но хотя бы то, что Есть вот эти вот Курсы Круглый год Вот В одном и том же месте Это замечательно Надо пытаться пробиться Так что Буду с ними связываться Вот Такие у меня Дела Поеду домой Что-то я так Утомилась Да, уже с этой беготней Просто Какой-то даже Не Не в эти выходные Да, а просто Из недели в неделю Даже не то, что В выходные А как бы даже Перед работой особо не отдохнуть То туда, то сюда То с кем-то Спорь Ссорься И в общем так далее Возможно я уже никуда Сегодня не поеду А буду лежать пластом И смотреть какой-нибудь Сериальчик Кайфовать А еще куплю себе какую-нибудь Такую Тарина Тарина Как это называется там В общем Упаковку мороженого И буду все это трескать Вот в удовольствие А то я последнее время Плохо питаюсь Плохо сплю Плохо все Надо отдыхать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Спасибо